Мартин родился в Йоханнесбурге в 1975 году и был старшим из троих детей Джоанн и Родни Писториус. Он был вполне обыкновенным и абсолютно здоровым ребенком, по крайней мере до 12 лет. А однажды, это случилось в начале 1988 года, у него заболело горло и общее самочувствие было не очень хорошим. С того момента состояние Мартина ухудшалось невероятными темпами и уже через год в начале 1989 года он не мог передвигаться, говорить и устанавливать зрительный контакт, а потом он впал в кому. Медики так и не поставили диагноз, хотя предполагали, что это был криптококковый менингит. Вскоре они сообщили родителям, что мальчик утратил всякую связь с окружающим миром и пребывает в вегетативном состоянии. А еще добавили, что помочь ему невозможно. Остается лишь дожидаться, пока болезнь окончательно его убьет. Но медики очень сильно ошибались. Все вокруг думали, что Мартин совершенно не понимает того, что случилось и что происходит вокруг него. Но это было не так. Его сознание стало постепенно возвращаться, но никто этого не понял, а сказать или подать знак он просто не мог. Он беспомощно сидел в своем инвалидном кресле, заключенный в тюрьму собственного тела, без малейшей возможности сообщить хоть кому-то о том, что происходит. Этот кошмар был для Мартина реальностью на протяжении 12 лет. Все происходило, словно в кинофильме, когда главный герой умирает и превращается в привидение, но пока не осознает этого. Так же было и со мной. Люди считали меня призраком и смотрели через меня. Что бы я ни делал внутри, кричал, плакал, звал на помощь, окружающие не замечали. «Я понял, что всю оставшуюся жизнь мне придется провести именно так, в абсолютном одиночестве», рассказывал позже Мартин. Первое время мать Мартина, Джоан, неустанно заботилась о своем сыне, но через два года смирилась, что он уже не будет прежним. Тогда Джоан даже пыталась покончить жизнь самоубийством, наглотавшись лекарств. Только благодаря помощи мужа и врачей она не умерла. После этого случая психотерапевты посоветовали им меньше времени уделять своему недееспособному ребенку, чтобы снова не впасть в депрессию. И тогда она перестала заниматься Мартином. А как-то раз на одиннадцатом году болезни сына, окончательно отчаявшись, Джоан произнесла, «Было бы лучше, если бы ты умер». Она не знала, что он слышит эти горькие слова. Гораздо позже она с болью вспоминает, «Я так жалею, что пожелала сыну умереть. Если бы я только могла знать, что он меня слышит». Мартин видел, как его семья рушится. Брак родителей трещит по швам, а жизнь близких вращается вокруг заботы о нем. Но ничего не мог сделать. В то, что он выздоровеет и вернется к нормальной жизни, верил лишь его отец родни. Именно он выхаживал сына на протяжении долгих десяти лет. Каждый день отец поднимал его, купал, кормил, укладывал в постель, а ночью вставал несколько раз перевернуть сына, чтобы у Мартина не было пролежней. Но даже отец не понимал, что его сын живет осознанной жизнью в обездвиженном теле. За эти годы Мартин придумал в голове механизмы, которые помогли ему пережить это время. Все, что у него было, это только его мысли. Он внимательно наблюдал за движением солнечного света в течение дня, часто мечтал и выдумывал разные фантастические сюжеты. «Я оказался на планете драконов, где меня не могли спасти. Я понял, что это мое сражение, и если я его проиграю, то так навсегда и останусь в этой стране», – рассказывает Мартин. Большую часть времени Мартин находился дома, но периодически его оставляли в специальном медицинском центре. По словам Мартина, это были худшие его воспоминания. Медперсонал считал, что парень ничего не понимает и не чувствует, поэтому вел себя с ним грубо, либо наоборот, не обращая внимания, могли оставить на целый день у телевизора или в коридоре. Но именно здесь произошло то, чего так долго ждал Мартин. Когда юноше было 23 года, на работу туда пришла молодая медсестра Верна. Верна единственная говорила с Мартином, и один раз она обратила внимание на то, что когда на чем-то его спрашивает, он делает резкий выдох. Девушка поняла, что юноша все понимает. Верна убедила родителей Мартина, чтобы они показали его специалистам. Сотрудники медцентра провели тщательное тестирование и поняли, юноша их слышит, отлично ориентируется в действительности, и его ум прекрасно работает. Поскольку он не мог говорить, его подключили к речевому компьютеру, и впервые за 12 лет он смог сказать, что чувствует. Длительная и тяжелая реабилитация принесла результаты и вернула Мартина к жизни. Постепенно он стал сильнее физически и вернул движения в руках и теле, но контроль над ногами и голосом еще не вернулся к нему. Глядя на Мартина, невозможно поверить в то, через что он вынужден был пройти. Сейчас ему 45 лет, и он чувствует себя невероятно счастливым человеком. Он успешно закончил колледж, после которого начал работать веб-дизайнером. Он даже получил водительские права и сейчас водит специальным образом оборудованный автомобиль. В 2008 году сестра Ким познакомила Мартина со своей подругой Джоанной, и у молодых людей начался роман. Они оформили брак в 2009, а в 2018 году впервые стали родителями. У них появился сын Себастьян Альберт. А о той части своей жизни, когда он был привидением, в 2011 году Мартин Писториус совместно с Меган Ллойд Дэвис написал автобиографическое произведение «Мальчик-привидение». Его перевели на русский язык под другим названием «Стране драконов. Удивительная жизнь Мартина Писториуса». В этой книге Мартин обращается к своим читателям с такими словами. «Мне очень хочется, чтобы каждый из вас хоть на миг задумался о том, как это не иметь никаких средств коммуникации. На Земле миллионы таких людей, и для большинства из нас они остаются невидимыми».